добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем не контекстуальный разбор первого послания петра сегодня мы говорим о 11 стихе исследуем на которое и на какое время указывал сущие в них дух христов когда он предвозвещал христовы страдания и последующие за ними славу пророки ветхого завета говорили о пришествии машинах они говорили о пришествии христа они говорили не только об этом если быть непредвзятым и достаточно открытым для духа святого то читая пророчества ветхого завета мы находим недвусмысленные указания не просто намеки или там какие-то предположения не только как должен прийти иисус но и на то из какой он должен быть семьи как он родится при каких это обстоятельствах произойдет каким образом будет происходить его жизнь его служение и как он умрет все это предсказано абсолютно все даже то что он воскреснет но зачем же тогда исследование пророк если практически все аспекты пришествия земной жизни смерти и воскресения уже предсказано что исследовали пророки дело в том что несомненно одно абсолютно все вопросы практически извините все вопросы связанные с первым пришествием христа они отвечены кроме одного когда и вот этот вопрос казалось бы небольшой казалось бы достаточно простой тем более что мы имеем с вами местописание да где написано что не ваше дело знать времена и сроки но именно этот вопрос он повергает смятение весь израиль они начинают видеть в миссии каждого проходящего мимо человека более менее праведного раввина или пророк поэтому пророки истинные пророки они должны не только говорить о том что будет но искать в молитве может быть в каком-то общении но искать и это когда это будет происходить то же самое та же похожая ситуация сложилась сегодня мы с вами знаем что христос вернется он придет второй раз это будет уже не пришествие агнца это будет возвращение льва это будет царское возвращение это будет воинственное возвращение и мы знаем множество обстоятельств описанных в этой же самой книге кроме все того же вопроса когда это случится и каждый из нас ждет каждый из нас думает когда же это будет я в свое время от своего пастора услышал на этот вопрос достаточно интересный ответ с которым я живу до сегодняшнего дня он сказал что мы с вами должны ожидать христа завтра должны быть готовы что может прийти в любой момент прямо сейчас и через тысячу лет то есть одной стороны нам нужно готовиться к большой длинной плодотворной жизни но в то же время быть готовыми встретиться со спасителем создателем прямо сейчас и так пророки настоящие пророки они не только говорят и исследуют какие-то факты но они также должны молиться искать ответа на вопрос когда каким бы пророчество